Мы встретились с коллегами из Центра поддержки военнослужащих и членов их семей для того, чтобы проверить, как проходит их работа, которая вступила в активную фазу, начиная с понедельника этой недели. В среднем принимается по 10 звонков в день. Они в основном маршрутизируются и перенаправляются с нашей горячей линии 8 800 141 400, с которой мы также держим оперативную связь и которые работают 24 на 7 в круглосуточном режиме. В Центре поддержки, который находится в Петропавловске-Камчатском на улице Войцешика, также осуществляется прием граждан, поэтому при необходимости члены семьи могут прийти сюда, получить здесь консультативную помощь. Но, насколько мы понимаем, большинство вопросов сейчас решаются в телефонном режиме. Моей задачей было также убедиться в том, что решены все вопросы по консультированию и обеспечению школьников горячим питанием в школах, так как в начале недели нам поступило несколько сигналов и жалоб из разных точек и Петропавловска, Камчатского, Вилючинска и других муниципалитетов о том, что не все учителя были осведомлены. Поэтому совместно вместе с Министерством образования Камчатского края мы оперативно провели видеоконференцию с заместителями глав муниципалитетов, а те, в свою очередь, еще раз проинформировали директоров с тем, чтобы вся необходимая помощь и поддержка детям оказывались беспромедлительно. На сегодняшний момент проблема снята, и моя задача как раз являлась промониторить, что действительно жалоб и каких-то замечаний здесь не поступает. На сегодняшний день есть страница сайта, которая расположена на сайте правительства Камчатского края. Там есть также ссылки на федеральные информационные ресурсы, поскольку большую часть информации можно найти в сети, и она оперативно пополняется. Но также для нас очень важно, чтобы сотрудники колл-центров оперативно получали всю ту новую информацию, которая приходит. Например, сегодня у нас появляется дополнительная информация об освобождении от частичной мобилизации аспирантов, и надо ее принимать в работу и оперативно реагировать. Поэтому, как только вот такая новая дополнительная информация будет появляться, мы договорились, что коллеги совместно с Министерством цифрового развития будут обновлять сайт для как раз того, чтобы люди могли заходить и эту информацию получать.